Сальвичегодск Город Сальвичегодск является официальной столицей Серебряного кольца России. Сальвичегодск, первое название города Уссулия, был основан в 1492 году, почти на столетие раньше Архангельска, близ места в падении реки Вычигды в Северную Двину. Основное занятие местных жителей была добыча и продажа соли. О высоком уровне развития города говорит и тот факт, что в XVIII веке здесь располагалось целых 16 церквей, по одной на сотню жителей. В XVII-XIX веках Сальвичегодск считался одним из важных центров народных промыслов Русского Севера. Здесь превосходно владели искусством лицевого шитья, чеканки и филиграни, уссульской эмали. Помимо солевой промышленности, Сальвичегодск был известен своими ярмарками, гремевшими на всю округу. Имя селению дали по названию озеро Соленого, на берегах которого еще в XIV веке были расположены многочисленные соляные варницы. Уссулия привлекало многих купцов и промышленников, ведь соль в то время была очень ценна и дорога, а торговля ею приносила неплохой доход. С развитием соляного промысла город развивался и процветал, со временем превратившись в крупный торговый промышленный центр Севера. Через город были проложены торговые пути из Центральной России и Сибири к единственным в то время морским воротам государства – Архангельску. С развитием сибирских городов рос спрос на железо и изделия из него. Так в окрестностях Сольвичегодска стало развиваться кузнечное дело. В начале XVI века соляные варницы на реке Вычигде были пожалованы во владение семьи Строгановых. Именно с их знаменитой династией связана история Сольвичегодска. В XVI-XVII веках город Сольвичегодск стал родовым поместьем Строгановых, центром их деловой империи. Они активно занимались солеварением, развивали железнорудное и кузнечное производство, вели обширную торговлю, создавали иконописные золотошвейные ювелирные мастерские, строили и украшали храмы. Грандиозные каменные соборы, Благовещенский и Веденский, впечатляют своим величием и по сей день. Глава Строгановской империи Аника Строганов с 18 лет, вступивший в наследство, развернул в городе активную предпринимательскую деятельность. Здесь, на Соленом озере, он поставил свои первые варницы, подмяв под себя всех остальных солеваров. Став монополистами в соленом деле, Аника Строганов с сыновьями Яковом, Григорием, Семеном начинают разработку и добычу железной руды, торговлю пушниной, осваивают новые территории на Урале. Строгановы полностью на свои деньги организовали знаменитый поход покорителя Сибири Ирмака, помогли ополчению Минина и Пожарского, Петру Первому в его войне со шведами, а также они были знаменитыми меценатами. Строгановы поддерживали художественные промыслы, для этого открывают в своих дворах огромные мастерские, в которых работают первоклассные иконописцы и серебряных дел мастера для изготовления церковной утвари. Искусство ювелиров Сольвичегодска было хорошо известно в Москве. Усольских мастеров вызывали для работ в Московском Кремле и соборах Москвы. Строгановы собирали редкие иконы и книги, жертвовали огромные суммы на храмы, имели собственные скриптории, это мастерская по переписи рукописей. В конце XVII века в Сольвичегодске развивается особое мастерство росписи – усольская эмаль. Усольская эмаль развивалась, в свою очередь, под влиянием знаменитой строгановской иконописной школы, отличающейся тонкими деталями, богатством орнамента, сияющими чистыми красками и пейзажными панорамами. В начале XVIII века соляные варницы закрылись, и экономический рост Сольвичегодска прекратился. Около столетия город жил спокойно и степенной жизнью, укладом старинным, без особых изменений. В XIX веке в городе начинают свою деятельность купцы Хаминовы. Конечно, по своему размаху они со Строгановым не сравняться, но их деятельность явно служила им примером. После этой купеческой династии в городе сохранилось немало каменных строений в классическом стиле XIX века. Так почти весь центр города – постройки купцов Хаминовых, устроителей богодельни, гимназии, ремесленного и реального училищ и усердных благотворителей. В мае 1919 года был образован Сольвичегодский музей. Основу которого составили предметы древнерусского изобразительного и декоративно-прикладного искусства XVI-XVII веков. Музей разместился в северном пределе Благовещенского собора. В настоящее время в музейный комплекс входят три памятника архитектуры федерального значения – Благовещенский собор, Спасо-обыденная церковь, дом купцов Пьянковых, а также родовая усыпальница Строгановых, дом купцов Хаминовых, музей политической ссылки и этнографический комплекс, мастерская народных ремесел. Благовещенский собор Сольвичегодский – один из замечательных памятников каменной архитектуры русского севера, классическое наследие древнерусского зодчества. Благовещенский собор строился с 1560 по 1584 года. Это один из немногих дошедших до нас северных соборов XVI века, построенный еще при Иване Грозном. Начало строительства положила Ника Строганов. Пятиглавый храм величественно возвышается над невысокой городской застройкой. Собор стал домовой церковью семьи Строгановых. Он встречает всех гостей своим величественным видом, масштаб и сложность, вычурность и совершенный художественный вкус, изящество и величественность – это все Благовещенский собор. В соборе семиярусный иконостас, сравнимый красотой и сложностью резьбы с самим собором, и иконы Строгановской школы. С северо-восточной стороны Благовещенского собора находится Жемчужное озеро. По народному преданию, Строгановы разводили в этом озере раковины жемчужницы. Жемчужным промыслом руководил немецкий доктор и аптекарь. Жемчуг шел на украшение окладов икон, на престольных крестов и головных уборов. С северо-западной стороны собора находится родовая высыпальница Строгановых, где собраны 28 надгробных плед захоронений XVI-XVII веков. Спасо-обыденная церковь, впервые деревянный храм с таким названием, был поставлен в 1571 году. Он был обыденный, то есть сооружен в один день, 16 августа, градскими и уездными людьми для избавления от мора. В 1691 по 1697 года на месте деревянной возникла каменная одноэтажная теплая церковь. Но путем многочисленных перестроек Спасо-обыденная церковь обрела свой нынешний вид лишь в 1892 году. Будучи одним из первых каменных приходских храмов Сольвычегодска, Спасо-обыденная церковь стала прототипом многих последующих культовых зданий города. Собор-видение во храм Пресвятой Богородицы Веденский собор – единственное сохранившееся строение ныне утраченного Веденского монастыря. Основанный в далеком 1565 году монастырь долгое время являлся духовным центром Сольвычегодска. Работы по сооружению нового каменного собора взамен церковь горевшего в 1688 году деревянного вели 4 года. Инициатором строительства каменного собора был Григорий Строганов. Веденский собор был построен в стиле московского барокко, витиеватый, богатый, на тот момент совершенно необычный, абсолютно мне канонно, из-за чего храм долго не хотели освещать. Это один из немногих сохранившихся соборов подобного стиля. В соборе более всего поражает семьярусный резной иконостас огромных размеров и иконы все той же Строгановской школы. Рядом с собором бьет из-под земли минеральный источник, который называют соляным фонтаном. Название фонтана связано не только с названием самого озера, но и со знаменитыми соляными варницами. Рядом с местом, где бьет фонтан, установлен макет старинной варницы. Дом купцов Пьянковых 1810 года постройки. Дом Пьянковых дворец в стиле классицизма. Здание для Архангельской области уникальное, редкое даже для всего севера. Величественное здание украсило бы собой любой крупный город. А уж в окружении небольших деревянных домиков оно смотрится поистине грандиозно. В XIX веке Сальвычегодск становится местом политических ссылок. Дважды здесь отбывал ссылку Иосиф Сталин. В доме Кузаковой Марии Прокопьевны, где Сталин снимал комнату, полностью сохранена обстановка тех лет. Сегодня это единственный музей Сталина в России, где сохранилась подлинная обстановка периода пребывания Сталина. Литературная усадьба и музей Козьмы Пруткова всенародно любимого фольклорного героя, созданного группой авторов. Прутков, согласно его биографии, родился близ Сальвычегодска, а помимо музея его именем назван еще и ежегодный арт-фестиваль, который проводится с 1996 года. Вдохновленный великими словами несобвенного поэта-философа, если хочешь быть счастливым, будь им. Собираются на праздник многочисленные гости со всей Архангельской области и России. В 1923 году в Сальвычегодске на основе целебных минеральных источников был основан бальнеологический грязевой курорт. В лечебных целях здесь применяют хлоридно-сульфатно-натриевые и сероводородные минеральные воды, ииловую грязь, а также бромные воды. Сальвычегодск – небольшой городок с богатейшим прошлым. Утратив былое значение, он по-прежнему хранит память о величественной Строгановской эпохе и является одной из любопытнейших точек для посещения на карте Архангельской области. И, как говаривал Козьма Прутков, что из лучшего, сравнив прошедшее, свести его с настоящим. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok